Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Музыка кабарестов, слова пришельцы. Слова пришельцы. Слова пришельцы. Слова пришельцы. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Невкусны, наздреваты и румяны наши солнышки, блины. Пятница, тещины вечерки. Зитья приглашали в гости своих тещ и угощали их блинами. Масленица объеденье, напечем блины с утра, к ним сметана и варенье, и, конечно же, икра. Суббота в Золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе Золовок. Новобрачная невестка должна была подарить Золовке какой-нибудь подарок. А мы Масленицу провожали, часто важно по ней мы вздыхали. Ой, ты, Масленица, воротися, ты до Красного леса протянися. А мы Масленицу провожали. Последний день Масленицы – прощенное воскресенье. Все просят друг у друга прощения. А чучела сжигают на костре вместе с остатками блинов и разными ненужными вещами, чтобы ускорить наступление весны. Масленица, Масленка, по гуленам Масленка, Ой, ладушки, лады, по гуленам Масленка, С блинами богатая, пивом тараватая. Ой, ладушки, лады, пивом тараватая. А что села в сани, не гуляешь с нами? Ой, ладушки, лады, не гуляешь с нами. В гости она гостилась, с зимушкой простилась. Ой, ладушки, лады, с зимушкой простилась. Масленка, Масленка, по гуленам Масленка. Масленец встречает, зиму провожает. Спешите, спешите, тропики занят лучшие места. Сам не займешь, соседу достанется. Приходите все, без стеснения, билетов не надо. Предвидите хорошее настроение. Приходите, разомните гости. Сегодня Масленица приглашает вас в гости. Спешите, 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 скорее, без праздника нашего веселения. Итак, гостей давным-давно мы поджидаем. Без вас праздника не начинаем. Удобно ли вам гости, дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно, всем ли места хватило? Итак, Масленицу начинаем. Будет праздник здесь большой, встретиться зима с весной. Зиму с песнями проводим, хороводы с ней поводим, А весну с веселим встретим, словом ласковым приветим. А что там дальше? Что вы там сказали? Позвали меня в зимушку. Галина Анатольевна. Нет, там Галина Анатольевна должна быть, а Галина Анатольевна не пускает меня вперед, потому что зимушка еще не закончилась. Мы сейчас здесь потеремся. Видите, какая погода. Я еще снежок не растопила, Галина Анатольевна. А она уже выпишет. Да, она со своим дождем, нам тут нету. День сегодня непростой. Здравствуйте, народ честной. Здравствуйте. Дети, не забудьте, вы меня узнали, я зимушка-зима. Узнали? Да. Узнали. Я пришла проститься с вами. Так, за лесами, над полями. Долго я была хозяйкой, теплой, белой, фуфайкой. Землю-мать укрыть старалась. Так, дальше я уже там забыла, что там я еще делала. Да ты не спиши, сестры, со мной весняночку спрещу. А, подождите-ка, землю-мать укрыть старалась. Так, сейчас смотрю слова, что я там еще делала. Белоснежный мой наряд, все три месяца подряд были укроты земля, горы и вершины. Так, не боялись меня дети. Не пугал их снег и ветер. На кальках, на лыжах, самках, шапках, варежках и шубках. Долго-долго веселились и домой не торопились. Так это было, дети, всю зиму? Да. Как назывался мой первый месяц? Тикаго. Молодцы, а потом второй? Тикаго. Молодцы, дивный праздник вам подарила. С елкой, с разноцветными огнями, с фонарями. Я служила как могла, но время быстро пролетело, я заметить не успела. Как прошел уж мой черед, весна навстречу мне идет. Ну, сестрица, не спеши. Со мной, весняночка, спеши. Ты, Веснушка, весна, конечно же, пораньше хочешь к нам прийти. Конечно. Ты стараешься мне наступать на пятки. Но мне бы очень хотелось, Веснушка, чтобы дети нам с тобой помогали, чтобы они пели на нашем празднике и плясали. И поэтому, Веснушка, разреши мне, пожалуйста, деток своих позвать. Пусть они нас с тобой повеселят. Споют песенку зажигательную. Ой, шки, шки, говори. Ну-ка, друзья, встаем. Хоровод вокруг Веснушки и Зимушки заведем. Давайте. Заводим хоровод. Так, молодцы. Друзья мои, вспоминаем, чем я вас радовала зимой. Снег был? Да. Метель была? Да. А вьюга? Да. Вьюга. Очень хорошо. Раз всем этим всем я вас радовала, значит, и вы меня порадуете. Красивую песенку начинайте. Ручки вверх поднимайте. Так, все слова дети помнят? Помните? Теперь она не включает вам песоку, она включает вам со словами для того, чтобы было весело. Поднимаем ручки кверху. Делаем метелицу в одну сторону и в другую. Вдоль по улице. Делаем метелицу в одну сторону и в другую. Поехали друг за дружкой. Рысью друг за дружкой поспешим. Поехали, когда леса докатит. Ой, жги, 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 габарня. И с корехой, когда леса взяли топоры. Топорами пылут. Горит дружно, лапит, тыбка, щепочки, палец, 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 палец. Ой, жги, 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 говори. Только щепочки палец, 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 палец. Поехали, когда леса взяли топорец, палец, 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 палец. Молодцы, друзья, очень хорошо меня повеселили. А теперь садимся. Посмотрели на свои ладоши. Они у вас еще не красные. Вижу, что они у вас очень-очень хорошо приготовили с тобой, чтобы с тобой поездать на полисе. Вы, конечно, понимаете, что раз я в нем разел, то мне хотелось бы с вами познакомиться. Давайте мы сделаем так. Сейчас вы будете хлопать только те, кого я называю. Давайте захлопают те, кто присутствует здесь. Кто здесь присутствует? Молодец, Саня, Саня, оба всех тут присутствуют. Так, молодцы. А теперь будут хлопать только девчонки. Жизнь-то, жирка. Так, без семонок-ногок. Большой домашка, фишка-фишка. А теперь мальчишки набрали носиком воздух, раскрылась грудная федра и захлопали самое сильное полисе. О-о-о-о! Ха-ха-ха-ха! А теперь, внимание, будут хлопать только те, кто очень любит вкусно покушать. А теперь будут хлопать только те, кто не любит ходить в школу. А теперь, друзья, только тот, кто пришел на маслянику. А теперь, друзья, только тот, кто пришел на маслянику. Все понятно. Понятно. Я с вами познакомилась. Вижу, что передо мной публика солидная. Все уже готовы на все отвечать. Тогда, друзья, будем делать так. Я буду читать стихотворение. Если я читаю о девочках, кричат девочки. Девочки! Если я читаю о мальчиках, кричите. Мальчики! Понятно? Да. Понятно. Если что-то непонятно, мы начнем второй раз. Я хорошо читаю. Слушаем. Весной венки из-за дуванчиков плетут, конечно, только... Девочки! А, все-таки девочки? Хорошо. Балды, шурупы, шестеренки. Найдешь в кармане? А, найдешь все-таки в кармане не у девчонки? Нет, у мальчики. Хорошо. Коньки на льду чертили стрелочки. В хоккей с утра играли... Мальчики! Так, а мальчики... Девочки! И девочки тоже. А, я помню, как тебе подарили клюшки в начале зимы. Да. Это я постаралась, чтобы к лебу-то, мучка такая пришла, было подарить Зое красивую клюшку. А она так читала. Болтали час без передышки в цветастых платьицах... Девочки! О, а не мальчишки, так. Мальчишки! Мальчишки такие, правильно, Дима Петров, оттуда подарок на февраля. Девочки! Померятся с зеленкой. Конечно, любят лишь... Мальчишки! Мальчишки! Кто же... Девчонки? Мальчишки! Девчонки в темном уголке. Мальчишки! 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 Девицы красные, хорошо. А теперь последнее. Шелк, кружева, кольца и в кольцах пальчики. Выходят на февраля. Мальчишки! А, все-таки выходят девочки. Теперь я понимаю, что у нас есть мальчики, есть девочки. Каждый уже за свои 7-8 лет определился, кто он такой. И вы очень хорошо отвечали на мои вопросы. Поглопаем дружно с себя. Я знаю, что тут передо мной выступали очень замечательные артисты. Вот они сидят специально от вас, от публики, артистам в другое место. Да, друзья мои? Они красиво пели, старались. И знаешь, что вы смотрели? Презентацию вам рассказывали о Масленице. Скажите мне, пожалуйста, а что это за праздник Масленицы? Что это, молодец? Давай, Кавикус. Когда все собираются есть блины и играть. Молодец! Это праздник, чтобы собираться есть блины. Еще, друзья, для чего отмечается Масленица? Чтобы прощаться. Ага, чтобы прощаться. Прощаться зимой. Умничка, молодец! Может быть, публика тоже что-то скажет? И все, артистам работать. Ну-ка, друзья, для чего придумали Масленицу? Масленицу встречай. Что? Будьте, за вас слово забудем. Не только меня провожать, а еще вестушку встречать. Ой, как приятно вообще. Конечно, спасибо тебе, Яночка и Яночка. Еще для чего придумали праздник Масленицы? Масленицу. Молодец, конечно. С понедельника начинается Великий пост. А в него нельзя входить, не попросив прощения за обиды. А, друзья? Молодцы. А теперь скажите мне, пожалуйста, праздник Масленица в каких еще странах отличается? Какой это праздник? Какого народа? Это русский. Это русский народный праздник. А почему россияне придумали этот праздник в конце зимы? Почему? Потому что, чтобы встретить весну. Так, хорошо. Молодцы. Сколько дней длится этот праздник? Семь. Молодцы. И что, знаете, как называется каждый день? Да. Ну, давайте вспомним. Первый день недели как называется? Встреча. На их пятом дне все запомнили. И что, четвертый день знаете? Ой, это хорошо. Широкая Масленица. В четверг разгулять. А пятый день, милые, как называется? Пятница. Правильно. Зимние посиделки. Пятница. А все мамы девочек, кто пригрызли, думали, что сейчас словечко заполнили. Правильно. Зимние посиделки в пятницу и зимние посиделки дети в субботу. А воскресенье как называется? Праздник. Молодцы, дети. А может быть кто-нибудь что-нибудь расскажет мне о том, кто главный на празднике Масленица? Масленица, сжигай свой маслениц, чтобы скорее встретить весну. Скомороки не совсем забыли свои слова. Я все жду, когда они что-нибудь скажут. Когда же он, как это, в час мы... Так, 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 погодите, мам. Вот прошел мой черед, весна за мной идет. Погодите, зима, прощаться, скажите мне, я вам потом отвечу. Погодите, зима, прощаться и с народом расставаться. Мы хотим с тобой играть, песни петь и поплясать. Молодцы. Очень хотите со мной поиграть? Да. Друзья мои, я знаю, что есть друзья такой обычай. Мама, позади. Мне негоже уходить, нужно мне подарки вам подарить. Но чем могу вам заплатить? Что могу вам подарить? Может, снегом или дом? Холодом могу вас одарить, но совсем не теплом. А что нужно делать, если на улице холодно и хочется подвигаться и согреться? Что нужно делать? Поиграть в какую-нибудь веселую и подвижную игру. Поэтому быстренько слепим ручки и поиграем в золотые ворота. О, вы посмотрите золотые ворота. А может быть, сделаем их повыше? Да. Давайте, веснушка из зима. А вы все в паровозе. Поехали домой, поехали, поехали. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Ну-ка, скорей, скорей, скорей. Готовная тренировка. Поехали. Молодец. 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 Виктория, вы знаете, что Виктория умеет красиво начинать без душ частушки петь и может этими частушками нас сейчас порадовать. У нее самая первая частушка. Поверните, я там громко ее просто сначала расскажи. Начинаем петь частушки, просим не смеяться. Тут народа очень много, можно потеряться. Молодец, Курика, хорошо. Молодец, Курика, хорошо. Молодец, Курика, красивую конфетку. Дальше. Золотые борода, родители, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается. А на третий раз не пропустим вас. А вот эти девицы очень мне знакомые. Как тебя, дружок, зовут? Даша. Дашенька, Дашуля. А это что за дружок? Машенька. Машенька. А вы знаете, что Маша и Даша сегодня не просто сюда пришли, а они нас, друзья, сюда на ярмарку позвали. Вы знаете, что они могут так народ зазывать, что народ приходит, полный карманок денег воворачивает и готов купить все, что здесь есть. Рассказываем свои красивые стихотворения. Эй, честная господа, я спрашиваю, уйдите сюда, как у нас гитара-бар, так и разные товары. Выходите, выходите, смотрите, смотрите. Продавало солнышко на веселой ярмарке. Сарафаны разноцветные, яркие-прияркие. Приходил на ярмарку веселый народ, заводил на ярмарке веселый каравод. Умнички, молодцы, девчонки. Заработали пока вверх, как девушки. И проходим дальше. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощаются, второй раз запрещаются. А на третий раз. Подожди-ка. А на третий раз. А на третий раз. Пусть я пропустил. А эти засланные казачки не только на ярмарке бывали, но очень много там разного видали. Раступись, честной народ. Сейчас вас ярмарка тихонечко чем-то порадует. Закрыли ротики. О, познакомьтесь, друзья. Эти веселые мужички непростые. Как тебя зовут, мужичок? Валя. Молодец, там в роли ты как. Валя. Молодцы. А ты кто у нас такой? Влад. Ты Влад. А в роли кто? Ерёма. Ерёма. У нас Фома, да Ерёма. Сейчас они вам что-то интересное скажут. Но чтобы это услыхать, нужно ротик закрывать. Чик. Тихо. Рято и крючек. Гриша, Миша. Так. Гриша, Миша. Слушаем нашу Фому Ерёму. Здравствуй, брат Ерёма. Здравствуй, брат Фома. Куда будет? На ярмарку. На работу так позови последних. А как на ярмарку, дать тебе наперёд первый. А кто тебе про ярмарку сказал? Кума сказал. Что? А ты на ярмарке бывал, брат Фома? Бывал. Весь ответ был. Так. Кого бедал? Большая? Бедал. Большая ярмарка. Не мерил? Не мерил. Сильная ярмарка? Не боролся. Умнички, молодцы. И так хорошо небывалую вам небывальщину рассказали. Похлопаем, нашим парнем заберём. Которые нас порадовали красивыми стихотворениями. И продолжим нашу золотую революцию. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается. А вот на третий раз не пропустим вас. О, я вижу тут у нас кирейный дуэт. Братишка, наверное, как бритчик. И сестрица, как оладушка. Рядом стоять. Чистушки вам спеть очень хотят. Они нам сейчас их про то, мы их расскажем. А потом мы под музыку их будем петь все вместе. Да, Денис? Ну-ка, Данюшка, громко. Закрикай, чистушку запевай. Чистушечку. Веселится народ, дружно водит хоровод. Это масленица, добрая масленица. Ах, а ну-ка, Вовка, запевай. Веселится народ, набивая свой живот. Это масленица, праздномасленица. Какой он молодец, поет. Праздномасленица. Праздномасленица. Жить хотела не нужно, нужно только петь, отдыхать. И это целых семь дней. Умнички, друзья. Вам пока слегки от зимушки. И продолжаем праздник дальше. Будем ловить только тех, кто любит веселье и сверху. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается. А на третий раз. А на третий раз. Аня, она у нас готовится пойти в первый класс. Она знает и стихи, и частушки. А у нее, знаете, что есть подружка? Кто моя подружка? Варя, эй, Варвара, выходи. Своей подружке помоги. Они так красиво читают одно и то же стихотворение, как календовщицы. Это мой зимний праздник. Он бывает только на Новый год. Они сейчас вам расскажут красивое стихотворение про вас, дорогая. И трошки про меня. Начинаем. Раз, два, три. Арптики закрылись. Слушаем девочек. Здравствуй, масленица матушка. Принесла ты на малатушке чаши, полные сметаны, шаньки, пироги, бараны. Мы тебя восславить рады за подобные отрады. Весели, честной народ. Весна стучится в ворот. Умнички. Раз, два, два, три. Охлопаем. Понравилось, как они красиво говорили. А ведь они могут не только говорить, могут еще и частушки пропеть. Ну-ка, чутки, потренируемся, вспоминаем. Масленица белая ножка. Дай. Масленица белая ножка, задержись у нас немножко. На недельку, на денек, на единственный часок. Если будет так грустно, она не задержится. Не то, что на часок, на минутку не задержится. Варюш, селяй в следующий раз. А вы знаете, а наша варюшка может спеть частушку. Про тех, кто к нам на землю приехал издалека. Слушайте внимательно. Прилетали марсиане, а остались довольны. Их тарелки не пусты, а пленами полные. Вот, и марсиане, и питание здорово. Мы им похлопаем и обязательно подарки подарим. И мы будем продолжать в эту игру «Золотые ворота» играть. Потому что, дети, она одна из мак свинечных. Приготовились. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощается, порой раз запрещается. А на третий раз не пропустим. А знаете, почему поймался этот мальчик? Этот мальчик знает красивости. Кто не про весну? Наша веснушка весна. Так хороша, что вам тебе самое время ей доброе словечко сказать. Потому что, веснушка, как только ты придешь, наш Ванюшка отметит свой восьмой день рождения. Потому что он бродился прямо перед восьмым мартом. Он подарочек для своей мамочки и для своей бабушки. Поэтому Ванюшку слушаем, ротик закрываем, слушаем. И ручки приготовили, потому что как только он закончит, мы будем хлопать. Конечно. Конечно. Внимательно слушайте. Конечно. Селись, народ, в гости масленица идет. С пирогами и пинами весну под руку ведет. Будем клеить, писать. Весну матушку встречать. На санях кататься, пленками баловаться. Умничка, какой Иван. Это он сейчас, дети, для нас, Ваня. А вырастет и будет вот такой Иван. Иван Борисович. Да. Будет проходить. Это Иван идет. Да, умничка. Проходи. Золотые ворота. А куда это вам будет? Проходите, господа. Первый раз прощается. Там, быстрее, встречается. А на ветерах. А на ветерах. Не пропустим вас. Если гора идет. Нет, если Макомед не идет в горе, значит, ворота передвигается к эллине. Да, бывает, да, бывает только на празднике Масленица, где народ не только веселится, не только он старается всех порадовать своими чем-нибудь интересненьким, но набирается храбрости и при всей честной публике рассказывает свое стихотворение. Потому что ее стихотворение заканчивается той игрой, в которую мы играем. Давай, мой дружок. Идет матушка весна. Отворяйте ворота. Посмотрите. Это потому, что не все внимательно слушают. А ну-ка, напрягай свои ушки, закрыли глазки. Сейчас наша чтится. Начнем второй раз. Да, мой дружочек, Эльмира? Так. Раз, два, три. Эльмира, еще раз. Стихотворение начнем. Смотри, мой дружочек. Идет матушка весна. Отворяйте ворота. Вперед. Идет матушка весна. Отворяйте ворота. Первый март пришел. Всех детей провел. А за ним и апрель. Отворил окно и дверь. А ух, как март, сколько хочешь гуляй. Идет матушка весна. Попали ворота. Первый раз прощай. Второй. Это запрещается. А на третий раз не пропустим вас. Дети, маленькая просьба. Разошлись в разные стороны. Поправим король. А то кто-нибудь навернется. И тогда наш праздник будет ухудшаться. А тут чуть-чуть. Хорошо. Стороночку отошли. Сейчас мы поправим король. В России только четыре года. Он это стихотворение выучил дети еще 1 февраля. Когда праздник еще не задумывался. А теперь внимание, слушайте, Тимофей. Миша и Миша. Небесолнышко стоит. Небесолнышко встает. Хоровод нас всех зовет. Веселиться, петь, писать. И весну тросну встречать. Браво. Просто молодец. И сейчас я Тимофею дам не одну конфету, как всем вам, а дам целую коробку. Знаете почему? Он будет конфеты быстро всем раздавать, пока музыка будет звучать. Чем больше конфет он раздаст, тем лучше. А другие ребятки тоже будут раздавать другие конфетки. И тоже будут раздавать, пока музыка играет. Вот посмотрим потом, кто быстрее конфетки раздает. Кто у нас щелее? Тимофей, так, ребята, от этой компании кто выступает? Это Грибан. Это ребята, кого спрашивайте за вашего. Вот он. А вы, ребята, садитесь. Так, музыку я свою хочу. Так, иди сюда Тимофею, мой друг. Хорошо. Так, Тимофею даю конфетки, которые с красной обедкой. Так, Тимошенька, ты берешь коробочку, а ручкой одной конфетку взял, кому-то дал. Взял, раздал. Взял, раздал. Кому хочешь, всем раздаешь. Понял? А мне, да. Целый пулев таких конфет. Ты не волнуйся, что сдача тебе закажется. Тебя как мой друг забудешь? Еще раз. Как? Руслан. Руслан. Руслан делает то же самое. Мы потом посчитаем подвертками. Видите, конфеты разные. Обе вкусные. Одна с арбузиком, а другая с кутничкой. Значит, как только музыка начинается, так сразу конфетки раздаются. А? 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 Каждую. Одну взял, Варюшке дал. Другую взял, Анечке дал. Еще взял, Танюшке дал. Понял? Понял. Я музыку включаю. А вы, внимание, начинаем. Раздаем конфетки. Это у нас мальчишки-коробей. Тимофей, в одну сторону переходи. Переходи. А ну-ка, давай. Так. Раздаем, раздаем. Другую взял. Музыка А сейчас считаем обертки зеленого цвета Поднимаем их наверх Так, сковородки Начинаем считать зеленые обертки Так, зеленые Так, это красные какая-то, непонятно Опустите красные, только зеленые Один Тебе не дали, значит ничего не понимаешь Один, два, три, четыре Девчонки, собрать и посчитать Нет, сейчас будет конкурс Так, считаем, считаем Молодец Так, а теперь подойдите к Тимофею Начинаем продолжать ему Помогай считать красные Так, отсюда помогай Одна, одна, одна Детя Только смотрим Так, молодцы Ну что Он считает, что конец всего лишь 27 Тимофей, а ты считаешь, что у тебя 45 А вот для того, чтобы мы с вами Не знали, кому сколько досталось Мальчики сели, две девочки встали Ну-ка, добрый день Закрываю глаза Раз, два, три В синяковке С красной лентой ко мне подойди Милан Не надо хорошо, что дети считают Поэтому я их называю Раз, два, три Так Ну-ка, девочка внизу ко мне выходи Давай сюда Молодец Вот у нас веточки Они будут собирать пантики Ты собираешь для Тимофея А ты собираешь, стесняюсь спросить Как и вот для Руслана Для Русланчика Начинаем коробочку Так-так-так им даем И они начинают собирать На, моя хорошая Собирай его, Берточки А ты другие На, мой дружок Тимофей На, в карманы Молодец Молодец Главное дружок Руслан Мне кажется, что фантиков больше стало, чем конфет. Вам так не кажется? Ой, я думаю, что здесь без счета по 100 штук каждый, правда? Да. Ну а Мира из МВХС решила все-таки пересчитать. Поэтому, бабушка, я не завидую, даже нет, я завидую вашему мужчину. У нас за меры длится для вас. Супер, посчитайте здесь. Мы доверяем вашему счету. Да, молодцы, очень хорошо. А теперь скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы, мои дорогие, тех литературных героев, тех книжных героев, которые хотели бы сегодня к нам на Маслилицу прийти. Вот сейчас мы узнаем, 26, а там было сколько? Ну, 32. Ой, даже не спрашиваю, кто победил. Мальчики. Мальчики победили. Я думаю, что раньше всех повезло, Тимофей, наконец-то, как бы два кормяло забились. Молодец, Тимофей. Про тебя будет песенка, ой, полная моя коробушка. Молодец, разветнись, душа. Покажись, мой хороший. Так, молодец. А теперь садись. Итак, мы думаем о том, какие же, какие к нам хотели прийти литературные герои. Из каких сказок кто к нам хотел прийти? Вот так чудо, вот так чудо. По полям бежит посуда. Скачет по дням и по кочкам и скрылась в ближайшем лесочке. От кого бежит посуда? Почему ей было худо? Федор на горе. Молодец, умничка. Федоров нам, наверное, спешила. Но зачем ей на наш праздник, как с нас посуду не любит мыть? Пусть идит у себя дома. Слушаем, друзья, дальше. Жил на свете добрый доктор и лечил у нее людей. Айболит. Правильно, ненапрягаемая гордочка. В этой книжке именины располны полно гостей. Только друг гостям явился страшный старичок, злодей. Ох, от сказок. Слава богу, я думала, придется всю сказку читать. Помничка. А в этой книжке три братишки розовых и толстых. Три братишка. А вы так уверены, что три поросенка не Три Медведя? Нет. Давайте посмотрим. А, розык и толстых я успела прочитать. Будь они маленькие, ненужные валенки. Они копытцами стучат и, конечно, не молчат. Так, с ними разобрались. Дальше. По дорогам, по полям, круглые, пышные, румяные. Я качу, качу, качу. Слава богу, слава богу. Отлично. Приятное иметь дело, значит, на этих публикатах. В библиотеке все уже были. В среду на праздник масленицы. Там, говорят, масленица была. Ох, чудесная лакомка. В среду и вторник. Вау. Хоть и чешет он в затылке. В голове его опилки рядом верный цветачок. И пульс. Правильно, этот толстячок и не пульс. Маленькая девочка по лесу идет и в корзинке... Вы так хорошо знаете, дети, сказки. Что самое время эту сказку сейчас вам всем показать. Только героями станет тот, кто отгадает мою загадку. Не торопитесь отвечать все вместе. Ответить только самый внимательный. Дослушать ее до конца. Хорошо? Хорошо. Желательно, чтобы первую загадку отгадал мальчик. Мальчик, я вас надеюсь. Вы сказку здесь сыграть. Нужно роль и раздавать. Кто загадку отгадает, роль тогда он получает. Работящий хоть и сед. Догадайтесь, кто у нас седой-старый? Хоть он старый, хоть он сед. Сед это седой. Значит, это старый? Дед. Молодцы. Кто у нас из мальчика внимательный? Глеб. Глеб, иди сюда. Глеб. Так, давай сюда, давай. Выходи, Глеб. Глеб Егорыч, выходи. Раз уж, когда они уже дед. Они отпустят нас. Я же понял, уже дед. Так, теперь нам нужна девчонка. Девочки, слушай внимательно. А у деда есть подружка. Очень милая. Старый, 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 старый. Старый, 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 старый. Так, я не знаю, как у нас с внимательностью. Так, давайте вот эту девочку, старый, старый возьмем. Ты во каком классе учишься? Во втором А. Супер, отлично. Во втором А это очень важно. Да. Очень важно. Второй А есть. А, ну все. Теперь нам нужна следующее. Раз красавица, не злючка, проживает с ними. Внука. Иди сюда, Лиза. Да. Теперь легкие роли, отвечайте, кто хочет. Дальше. А у внучки есть дружок. Очень шустренький. Дружок. Дружок. Понятно, что дружок. Дружка. Молодец. Иди сюда, Таня, будешь жучкой. Понави. Дружок. Да. А что, репку тянули? А, да. А что, я хотел, конечно. Старик, это вообще тяну репку. Ну, а придется. Дальше. Года уже не тянула. Растянулась на окошке и улыщи. Кошка. Иди сюда, кошка. Как жалко. А, нет. Давайте будешь лучше репкой садись. Мне так нравится, как репка. Давайте кошку другую. Еще раз. Я говорю еще раз. Я не спешу. Кошка. Растянулась на окошке и улыщи. Кошка. Говори, Зоя, будешь кошкой. Растет в огороде. Хоть нынче. Репка. Все молодцы. Но Вика выходит. Выходи, моя хорошая. Вика, самая главная роль это у репки. Ты понимаешь? Они все трудятся. А ты только не можешь. А про мышки загадки не было. А мышками будете вы все вместе. Будете вместе за мышку и ее слова говорить. У мышки слова простые. Какие? Пи-пи-пи. Молодцы. Пи-пи-пи. Все знают кошки. Садись. 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 Кошкины слова все знают? Мяу-мяу. Молодец. Хорошо. А собачкины, жиркины все слова знают? Гав-гав-гав. Отлично. А теперь внимание. Главное, чтобы я сама не запуталась. Людей. Так, вот это вот призываю. Мышь одна на всех. Каждый вошел к этой мышке. Теперь, значит, понятно, Дед, мы должны будем переодевать. Тут выиграл костюм. Баба, понятное дело, и так она красная девица, у них все еще впереди. Ребка, иди сюда, мой друг. Конечно. Даже не сомневалась, что у меня здесь на подмоге. Эта Ребка оказалась не Ребкой. Мартышка не захотела получить стихие слова бабы иди. Но сейчас ей найдется достойная роль, она себя сейчас проявит. Умолучика, доверяю тебе эту роль. А теперь, друзья, внимательно, хорошо. Вам слышно, чтобы я нашла листок, с которым я все читала. Так, нашла. Значит, друзья, эта сказка у нас непростая. Мы разыграем ее сейчас что? Мой, мой, садись. Конечно, ты можешь съесть. Дети, разрешаем, Тимофея, съесть конфеты? Да. Садись и ешь. Становись, мой дружочек. Итак, мы с вами раздали роли. Каждому из них вручаются слова. Это не просто сказка. Это сказка на внимание. Всегда Ребка говорит слово «эх». Слышишь слово Ребка и говоришь «эх». Поняла? Поняла. Слышишь слово «дед»? Говоришь «ух». Потирай ручки. Молодец, умничка. Бабка всегда говорит «ох». Ох, приседай. Не хочешь, может, запомни только свое. Как ты что ли? Молодец. Ты, моя милая, всегда будешь говорить «ах». Как только слышишь слово «мучка», сразу говоришь «молодец». Ну, понятное дело. Жучка-гал-гал. Кошка, мяу-мяу-мяу, а у всех помогай, петельки твои. Так, а теперь приготовились. Сели на свои места, остается только Гет и Ребка. А все сидят на местах. И мои внимательные. Молодец, еще рано. Итак, начинаем, друзья. Смотреть сейчас на артистов. Потому что наш мамочке подойдет, потому что я на перепонах. Когда в кокошнике не видит ничего. Итак, друзья. У нас же сегодня не просто сказка, у нас же артистический кастинг. Сейчас мы посмотрим, кто из наших артистов достоин звания народного. И народного артиста будет выбирать народ. Народный артист на дедовый дракон. Да, на дедовый дракон. Итак, мой хороший. Как мы все запомним свои слова? Делаем перекличку. Ребка. Дед. 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 Бабка. Внучка. Э. Ах. Приехали. Так, не путайся. Жучка. Так, кошка. Мяу. Мышки. И-и-и-и-и. Молодцы. Итак, внимание, начинаем играть сказку. Итак, посадил дед. Ух. Реб. Нет. Посадил дед. Ух. 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 Реб. Берай руку. Молодец. Выросла ребка. Ух. 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 Большая прибольшая. Стал дед. Ух. Ух. Ребку. Ух. Ух. Тянуть. Ух. Тянет, потянет, выкинуть не может. Позвал дед. Ух. Ух. Бабку. Ух. Молодец. Ух. Бабка. Ух. Ух. За дедку. Ух. 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 За ребку. Ух. 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 Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка. Ух. Ух. Внучку. Ух. Говорю свои слова. Ах. Молодец. Внучка. Ах. За бабку. Ах. 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 Бабка. Ах. За дедку. Ух. Дедка за ребку. Ух. Тянут, потянут. Я не вижу, как они тянут. Тянут, потянут. Они ее засохают назад. Тянут, потянут. А вытянуть не могут. Позвала внучка. Ах. Жучку. Ах. Молодец. Жучка. Да. За внучку. Ах. Внучка. Ах. За бабку. Ах. Бабка. Ах. За дедку. Ух. Дедка. Ух. За ребку. Ух. 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 Тянут, потянут. Вытянуть не могут. Они уже утомились. Публика, похлопайте. А то они не понимают. Они думают, что как-то встырь нахуй. А это не так. Впереди ристит. Так что играем хорошо. Друзья мои позвала внучка. Жучка. Позвала жучка кого? Кошку. Мяу. Мяу. В Малайзии вошла боль чудесно. Да вы понимаете, кто были народные артисты? Кошка. Мяу. За жучку. Мяу. Жучка. За внучку. Мяу. Мяу. Внучка. Мяу. За бабку. Мяу. Схватились с поездом. Тянут, потянут. Вытянуть не могут. Позвала кошка мышек. Зазывай. Мяу. Молодец. Все отзываемся. Мышки. Мяу. Упнички. Мышки. Мяу. За кошку. Мяу. Кошка. Мяу. За жучку. Да. Жучка. Да. За внучку. Абжинка. Внучка. Абжинка. За бабку. Бабка. За детку. Детка. За детку. Тянут, потянут. Вытянули репку. Друзья мои, вижу, что надо раздавать конфеты народу, которые хорошо справились с ролью мышек. Я думаю, что каждый из нас затоит этого звания. Артистам похлопаем. И раздаем артистам вкусные конфеты. А сами выходим на веселый танец, круговой хоровод. Так, снимаем свои маски. Споем песенку про маскиницу, потому что маскиница мне уже шепчет. Говорит, долго есть ли что-то песен здесь от вас? Ну-ка, помогай. Что можно учесть? Я уже есть. Да, мой муж. Достается вот такая. Давайте тебе какую-то дадим. Зеленая или красная? Репку. Что у нас еще мальчишка? Где мой брат Никита? Где мой брат Влад? Где мой брат Иван? Ну-ка, скорей сюда, в серединку. Молодцы, девчонки. Приготовились, поем песенку про маскиницу. Эх, маскиница. Так, дети, слова все помнят? Да. Я включаю, друзья, без слов. Мама, Лада не хочет идти. Включайте, Ирина Филипповна. Хорошо, посмотрим, как вы можете петь до веселого. Так, пари нахотворье. Так, сейчас я найду вам, да, побыстрее. Раз, два, три. Песенку начнем. О, какие молодцы, мальчишки. Победы нам показывают, как нужно готовиться. Нет, так называй. Да. А вы, что это пишешь? 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 Еще рано, девочки, поешь так вот. Начинаем. Мы везду в праздник встречаем, Гость на солнышко зарек. Славный праздник отмечаем, И в бедных снегах плечом. Эй, бумажный мальчишки, Как ты расслабился? Как ты расслабился? ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вы подтягиваете свой стойк. Видите, где находится весна? Далеко. До нее еще целых 10 дней. А я рядышком, дети. Так что будете себя хорошо вести, чем вы когда-нибудь на санках. У нас поднос красный. У вас жестовский прекрасный. Вот наши продукты, дети. Включили свое воображение. Так, раз, 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 прокрутили. Жадите за первого века. Молочок, кисер, яйца, дрожжи, сахар. Все на месте. Вот эти два брата-акселератора, они нам будут помогать. Или в одной команде, или в другой. Что мы делаем? Мы берем... Кто у нас первый? Вовка, если ты доверяешься? Я первый. Так, ты знаю, брат, очень хорошо работаешь. Один предмет. Один предмет берем и друг другу ручками передаем. Как только один предмет там оказался, можно взять другой. Понятно, Вова? Понятно. Как только твой предмет окажется, сможешь взять другой. Вот передаем каждое. Купики положим, а вы будете с нас спрашивать. И по-сторожью. Какие? Я с тобой. Я с тобой. Подругой с другой стороны. Смотрим, где ты устал, чтобы никто не напал на вас. Так. Приготовили свои руки. Так, приготовили. Так, моя команда. Декабрь, январь, февраль. Ну-ка, смотрю. Март. Апрель. Март. Я, друзья, извините, чтобы вас можно было порадовать. Как же делать веселая музыка? Приготовили. Я здесь, я здесь. Нет, нет, нет. Не поймите, дети, все потешат назад. Вы стоите очень близко друг к другу. Музыка совсем нет. А только последний ребенок принес предмет, только тогда можно взять следующий. Понятно? Понятно. Итак, раз, два, три. Быстрее. Давай, давай, давай. Давай, передавай. Давай. Молодец. 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 Следующий. Ну-ка, помогаем, помогаем. Следующий. Следующий. Разбери. Следующий. Разбери. Валерий Курас 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 А больные, а больные, а больные, молодец, Варюшка. Должна, поворачивайся. Раз, подожди. Стаешь рядом. Начинай. На пике, а вне сомна, до ступы, и вне сомнений, начинайся на земле. Можно съесть и писать вам. Молодец. 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 Закончились. Так просим и не смеяться. Без народу мы вдали можем растеряться. Вторую будешь петь? Или же хочешь блинчиков поесть? По дороге моё. Молодец. Приготовились. Ох, она старается. Две телевизора тебя снимают, но что-то телевизору показывает. Начинай. На пещере, вне сомнений, вне сомнений, вне сомнений, вне сомнений. Благодаря, заваляйся поскорей, вне сомнений. Благодаря. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Друзья, спасибо всем, кто пришел! Спасибо, кто на то время сам Магарёк зашел! Проводите Мартинису с вас, а я вам говорю до свидания! Приходите на следующий год! Магарёк зашел!